Добрый вечер! В эфире Акьярская студия телерадиовещания. Выпуск новостей с последними событиями из жизни района вас ознакомят наши корреспонденты в студии. С вами я, Гульгина Сербаева. Не так давно в районе начала действовать программа Народный университет третьего возраста. И первые 60 студентов уже начали обучение на базе профессионального училища села Акьяр. А на прошлой неделе на базе Бурубаевской школы открылась еще одна группа. Продолжение темы в следующем материале. Предназначение программы Народного университета третьего возраста – социальная адаптация пожилого человека в современных условиях. Несмотря на возраст, они горят желанием учиться, общаться, осваивать новые дисциплины. Пожилые люди, достигшие пенсионного возраста, осваивают компьютерную грамотность и лечебную физкультуру. В направлении каждый ветеран выбирается. По четырем направлениям было обучение основам компьютерной грамотности, обучение английскому языку, обучение семейной психологии и обучение основам лечебной физкультуры. Английский язык и семейная психология – вот эти две дисциплины у нас никто не выбрал, а вот эти две, которые сейчас у нас, идет учебный процесс, именно по этим направлениям соизволили наши ветераны проводить обучение, обучаться. Нужно отметить, что пенсионеры знания получают абсолютно бесплатно. Кроме того, для них будут проводиться внеклассные мероприятия. Вместе будете строить какие-то планы, совместные у вас будут разные мероприятия, не только учеба, и внеклассные мероприятия. Я думаю, среди вас будут организаторы, которые будут организовывать все праздники нашего района, республики. Вместе будете праздновать, вместе будете посещать прекрасные уголки нашего района. Курс состоит из 20 часов лекций и практических занятий. После окончания курса все студенты получат сертификаты. Студенты сами выбирают лекции, которые они хотят посетить. На сегодняшний день в районе действует 4 группы Народного университета 3-го возраста. Как говорит Эльвира Мамбетова, если выделят квоты, то в ближайшем будущем на базе Буребаевской школы откроется еще одна группа, которая будет обучаться лечебной физкультуре. На протяжении многих лет они трудились на производстве и сегодня являются почетными ветеранами поселка Горняков. Вчера по инициативе руководства Буребаевского горнообогатительного комбината для их ветеранов была организована экскурсия по промышленным площадкам предприятия «Башкирская медь». Ветераны, которые когда-то сами активно трудились в данной отрасли, воочию смогли убедиться в том, что данное предприятие является важным промышленным объектом для всего региона. Убедиться в этом смогла и наша съемочная группа. А взрывчатку какую используют? Взрывчатку мы сейчас используем современную. Жидкую? Да, жидкую. Там в состав входят четыре компонента. Ну, на основе мячной селитры также. Там четыре состава привозятся на наливниках. Они импортная техника, тоже «Скания» называется, «Вольво» там разные. В Заримбургской области доставляются. Начальник Бахтай Даргумиров только и успевает отвечать на вопросы, которые звучат один за другим. Ветеранам, которые когда-то работали в этой отрасли, интересно абсолютно все. Особенно в предприятиях, где все соответствует современным требованиям. Основным объектом промплощадки рудника «Хайболинский» является карьер «Юбилейный», где ведется добыча медных руд. В 2013 году месторождение «Юбилейный» начнет разрабатываться подземным способом. Запасов руды должно хватить не менее чем на полвека. И ООО «Башкирская медь» имеет все шансы преобразоваться в полноценный горно-обогатительный комбинат. Панорама карьеры «Юбилейный», простирающегося на 900 метров в длину и 800 в ширину, зрелище более чем впечатляющее. В условиях широкой разноски карьера, растущего числа забоев, руководители башкирской медиа и рудника «Хайболинский» сделали ставку на современную мобильную и надежную в эксплуатацию зарубежную технику, высокая производительность которой оправдывает стоимость. «На сегодняшний день в карьер выходит порядка 50 самосвалов, работают 6-8 экскаваторов, 4 бурстанка, значит, новых 4 бурстанка «Атласкопка» фирмы «Юбилейный» и один «СБШ». На данный момент, значит, запланировано к концу года начать проходку наклонного съезда для вскрытия рудного тела номер 5, чтобы как можно было скорее подойти к руде, произвести нарезку и начать производить добычу к 2015 году, так как в 2015 году открытым способом добыча у нас будет заканчиваться, строятся два ствола, южно-вентиляционный и скипок литьевой, значит, к этому времени, когда произойдет нарезка, все стволы уже будут построены и начнется добыча подземным способом. Планированы производственные показатели добычи 1,4 млн, с крыши 12 млн, значит, показатели по 2011 году будут выполнены. Вторым пунктом маршрута ветерана стал дробильно-сортировочный комплекс. Ведущий технолог Андрей Крюков и начальник участка пучиного выщелачивания Григорий Кумаксин детально рассказали о специфике своей работы. «Он у нас набрал, допустим, накопил там 3-4 килограмма на 100, значит, мы его пускаем на дежурку». Открытие первой очереди обогатительной фабрики юбилейного месторождения было в этом году. В первых числах июня фабрика вышла на проектную мощность 1,5 млн тонн руды в год. Первоначально здесь была запущена только медная линия, а в июне с участием президента Республики Башкорстан была введена в действие медно-цинковая линия. Запуск фабрики стал очередным этапом освоения Башкирска в Заурале. Не случайно конечным пунктом экспорции стал именно этот промышленный объект предприятия. «С 1 июня 2011 года фабрика вышла на проектные показатели по переработке. Проектная переработка была 182 тонн в час, мы на сегодня работаем 195 тонн в час по переработке руды. Качество медного концентрата мы достигли сейчас уровня 19-19,5. Извлечения медиа у нас на уровне 88-88,5. Здесь ведется контроль и управление за технологическим процессом фабрики. Весь процесс фабрики, который идет, здесь все показывается. Какие оборудования работают, какие с правым состоянием, при аварии, допустим, что-то не сработало, здесь сразу же оповещается». Запуск первой очереди фабрики позволит создать 280 новых рабочих мест. По словам руководства, через два года планируется начать строительство второй очереди фабрики, а также подземного рудника глубиной 1200 метров. Сейчас же здесь руда добывается только в карьере. Его запаса хватит минимум на четыре года. Ветераны отметили, что огромная промышленная площадка впечатляет своими масштабами. «Такие встречи, конечно, необходимы. И есть с чем сравнивать наше производство с таким производством. Это предприятие начало развиваться, они говорят, с 2006 года. И вот за такой короткий срок столько построено, такими темпами. Ну, в общем, есть к чему поучиться». «Уже прощаясь, руководители обеих сторон сошлись во мнении, что проведение подобных встреч просто необходимо. В ближайшее время наметили совместную встречу с ветеранами двух предприятий». Фаниля Баширова, Фаралли Пайфин, Орган Кожин, Служба новостей. Во второй четверг октября отмечается Всемирный день зрения. Эта дата отмечена в календаре для привлечения глобального внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с нарушением зрения. В рамках Всемирного дня проводятся просветительские профилактические мероприятия, направленные на предупреждение болезней глаз. Подобная акция прошла и во второй океарской школе. Продолжение темы в следующем материале. Данную акцию провели по инициативе Молодежного парламента района совместно с офтальмологами Центральной районной больницы и администрацией второй школы. «Сегодня мы опять же с Молодежным парламентом, и с помощью Решита, нашего фельдшера нашей школы, мы решили провести акцию Всемирный день зрения. С каждым годом людей, которые носят очки и у них дефекты глаз, все больше и больше. Мы хотели предотвратить, чтобы была профилактика, как раз таки, чтобы было меньше заболеваний глаз у людей». Данное мероприятие проводилось с целью профилактики прогрессирования близорукости, которое сейчас наблюдается практически у большей части школьников. Это связано с усложнением школьных программ, с компьютеризацией. Дети наши очень увлечены компьютерами, телевизором, просмотром телевизионных передач. И для того, чтобы они знали, чем это грозит, мы решили прийти и рассказать им. В акции участвовали учащиеся 5-6 классов. Ведь, по словам специалистов, именно в этом возрасте начинаются проблемы со зрением. «При проверке зрения именно в 5-6 классах появляются вот такие заболевания, как миопия, дальнозоркость, близорукость. С этим я сталкиваюсь каждый год. И с каждым годом у наших детей происходит ухудшение зрения. И вот наши доктора, они сталкиваются с этим». Во время акции офтальмологи Венера Крымгуржина прочитала лекцию на тему гигиена зрения и на слайде показала строение глаза. Учащиеся имели возможность задавать интересующие их вопросы. Специалисты говорили не только о причинах заболеваний, но и подробно рассказали о мерах профилактики и лечения глазных заболеваний. «Интересовалась, что такое конъюнктивит. Почему слеза влияет на глаза, как вырабатывается». «Я узнала, чтобы улучшить зрение, как делать упражнения, почему слезятся глаза, почему слезы защищают глаза». «Я узнал сегодня, что нельзя долго сидеть за компьютером, как делать массаж для глаз, потом из чего состоят глаза, побольше ходить на улице». «Я сегодня узнал, что у глаза есть для облака, делать массаж, потом они нам рассказали, из чего состоит глаз, и научили делать зарядку для глаз». Во время встречи учащимся врачи показали небольшую гимнастику для уставших глаз. После окончания акции всем были розданы листовки. «Кре toстой и попытки поддыхать», さшки и «Сотой на сегодня». Пока!